у меня видно все нормально да 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 все хорошо да ну побольше оттяни пожалуйста чтобы я ни кнопки не нажала я купил тут купил тут скажи пару слов в чем сухо и входящие ребята сейчас будет стрим поэтому смотрите я тут уже пошел стримить параллельно перископом какой минус что-то у на иногда успеть одновременно отвечать перископе и на вопросы на твича но можно у нас уже уже приветствую ты подключи еще костю костя ждет в этом у себя в этом уголке в одинцово сейчас пройдет и начнет добавлять можно пропалить skype это очень интересная тема я пропалил skype не магии они были очень расстроены этим а я вообще был удивлен что скайп можно пропалить такое бывает и заканчивается это все плохо нет можно там снизу выключить звук и соответственно я имею ввиду в перископе звук можно на странице не знаю ну и на телевизмочком если сухо упадет да ладно сейчас выключите все значит ну что друзья тогда получается вопрос из перископа ты будешь читать я представлю что у нас спортивный а не все нам пить не спортивный выпуск сегодня у нас по одну сторону экрана Юра Спасовукоцкий бодибилдер ну Юра ты про себя еще более подробно сейчас расскажешь я как бы поверхностно приставлю по эту сторону экрана Евгений Патерейкин но и это не самое главное главное что Светлана Патерейкина мастер спорта по пауэрлифтингу много лет назад сейчас ну какая разница сейчас человек который записывал несколько видео в красноярский спортзал мы тоже к какой-то спортивному спортивному видеоплодингу имеющие отношения вот Юра расскажи про себя более подробно потому что половина людей кто пришли они не знают кто-то такой а может быть и все знают а я просто думаю что может они не знают короче рассказывай когда мне было 19 лет я решил заняться спортом подкачаться в качалке и начал подкачиваться начал ходить в зал еще не подозревал чем это закончится может постепенно я увлекся и стал тренером по бодибилдингу у меня появилась потом мечта начать выступать на соревнованиях стать чемпионом хотя бы чемпионом города кто-то там да извините немножко приболел сейчас могу иногда покашливать простите друзья ну и что же потом получилось потом получилось что у меня появился тренер и он как раз был ну можно сказать наставник можно сказать не тренер он не занимался со мной три раза в неделю в зал ходил чемпион мира по паууэрлифтингу Лев Альбин ну наверно вряд ли вы его знаете но он был первый человек который при собственном весе 80 килограмм пожал 200 то есть до него никого не было по-моему, до 80 он был в общем, получилось так что базу именно по пауэрлифтингу давал мне пауэрлифтёр такой чемпион мира и вообще могу сказать, что я считаю, что эти два вида спорта очень сильно связаны, например, даже вот недавно я брал интервью 8-кратного мистера олифтинга Рони Колмана в Москве, и он же начинал с того, что был пауэрлифтёром а потом уже стал бодибилдером то есть это очень часто бывает что из одного вида спорта переходит в другой поэтому я думаю, что мы со Светланой родственные души одни и те же упражнения делали с одинаковой техникой почти можно задать вопрос мне так любопытно так как я тренер по бодибилдингу какие были показатели и результаты в пауэрлифтинге надо не так спрашивать Юра там надо сразу ой, сколько жмёшь, какая прякает да, да, да давай себе это говори я, кстати, тоже хотел спросить сейчас же тоже всем интересно вот пришли тут два спортсмена да, и какие показатели цвета твои? я хочу отметить, что мы сегодня с Юрой в одном цвете готовились мои показатели категория 60 у меня прессе 122,5 жиль 75 тяга 117,5 на тот момент был результат на мастера это 310 кг у меня там было чуть больше я знаю, что после этого результаты подняли и значительно по-моему сейчас категория 60 мастерский сбор это по-моему 340 это в какой федерации? IPF или ВПЦ? ты не помнишь ты не помнишь как называлась федерация? это все, скорее ну, на самом деле есть 5 или 6 федераций и когда я начал выступать по бодибилдингу мои хейтеры начали говорить вот он стал чемпионом по бодибилдингу да, но не в той федерации это левая федерация поэтому мне пришлось стать чемпионом по бодибилдингу во всех федерациях то есть я в 6 федерациях выступал на самом деле это очень несложно я приходишь, допустим на чемпионат где не 20 человек выступает а мы опять ты уже финалист но бывало такое что и 20 человек и становишься там вторым или первым и тогда уже приятно что ты как бы достойно, заслуженно да? выиграл вот дай мне дышалку пожалуйста вот тут параллельно мы разговариваем а на твиче у тебя кто-то едет со страшной скоростью на машине это что? да, ты туда не отвлекайся а то вот даже голова закручится и там кто-то уже хвастается хвастается в комментариях кто-то что он у него 19 сантиметров еще написали что мистер Олимпий Юрий Спасокуковский на Олимпии я никогда не выступал но на самом деле некоторые иронизируют что типа как бы мои титулы недостаточно крутые я не мистер действительно на Олимпии я не выступал но на чемпионатах мира официально я выступал и у меня есть много призовых мест так что что бы ни говорили факты остаются фактами кто сомневается посмотрите видео где выступал какой уровень участников то есть это не тот случай где Александр сердечки поддержки где Александр Невский выступил в категории где он был в плохой форме знаешь эту историю, да? нет, я бы тебе про алкоголь бы рассказал эту историю а про тяги там и про кровь я может Света знает а Света Света употребляет алкоголь? Света нет она если употребляет то это не показывает на камеру да? хе-хе-хе-хе-хе дело в том, что сейчас такая есть тема что если даже раз в год выпил бокал шампанского все хейтеры сразу начинают писать что как вы могли опозорить ваш фитнес-блог выпив отравы я считаю, что бокал вина там раз в неделю выпить это не означает, что ты алкоголик Юлечка, не могла бы ты тоже поддерживать а то я же еле дышу давай уже видно все вот вижу у меня тут планшетки вы сейчас показываетесь мы все тут технически обуставали какие еще вопросы есть? Юра, самый главный вопрос который до сих пор ты не ответил сколько жмешь? какие показатели максимальные? это же все остальное про федерацию это никто не понимает люди простые эти грузы принимают сколько приседающих там я сейчас не жму штангу потому что у меня была травма груди вот здесь почти оторвалась грудь Света, наверное, знает что у многих бодибилдеров и параллельфтеров есть очень самая тяжелая травма это отрыв большой грудной мышцы к счастью, у меня отрыва грудной мышцы не произошло но я знаю очень много спортсменов которые произошло и даже у девочек некоторых я знал одну девочку она сжала 200 кг лежа и у нее оторвалась грудная мышца из-за тренера он слишком меня тренировал вот, поэтому я с жимами лежа завязал и я думаю, что много сейчас не пожму если лучше результат 200 кг в жиме лежа у меня сейчас пожму, может, 150 это будет рискованно что опять все заболит но я тренируюсь обычно так я беру две гантели по 60 кг и 10 раз и пожимаю или беру штангу на наклонной скаме на наклонной мне не больно и где-то 140 кг уже на наклонной 150 вот так, на 5 раз у нас донат 100 рублей Михаиловичу на поездку в Москву в петушке ну, спасибо мы в петушке едем выступать на соревнованиях на алкосоревнованиях кто больше пива выпит? да, причем не в петушках а в дороге я могу рассказать честно что я думаю о тебе я когда-то пришел на... вообще о тебе ничего не знал абсолютно даже ноль информации было пришел на YouTube фестиваль как он назывался? Video People второй да, да, да и ко мне подходит Сергей Симов говорит смотри, это же Рэдисон они же там это у них подписчики там просмотры ну, они меня как бы ну, то есть я поздоровался потом зашел на канал посмотреть, что же это за Рэдисон такой и там уже увидел тебя и у меня первое впечатление было что вы какие-то ну, такие, знаешь бычье какое-то такие ух-та ух-та знаешь, то есть не интеллектуальная публика такая которая ко мне вообще никого отношения не имеет потом я пообщался с тобой вот вчера и был поражен насколько обманчиво первое впечатление посмотрел, что ты единственный блогер у которого не во всех видеороликах маты идут каждые два слова да? даже Симонов после нее с тобой гораздо с каналом добра и позитива достаточно достаточно уровень он так не держит такой интеллигентный человек оказался с прекрасной супругой я надеюсь, что мое выползет тоже в кадр к концу эфира если мы ее говорим мы сейчас просто больные она стесняется она любит, когда она вся такая прекрасная знаешь они чихающие они чихающие больные поэтому может и не сможем ее вытащить пока вот она тут мяукает за кадром я скажу вопрос ты рассмешил зрителей тюрпишь ты рассмешил, да? вот какой там вопрос, Юр? пока не вопрос сейчас напишу у тебя сейчас на канале получается 200 или сколько тысяч подписчиков? 230 да и при этом смотри сейчас я как раз канал открыл в среднем на ролик очень просмотры 24 22 да где-то сейчас свет отмотало да 18 22 ты мне скажи люди спортом я не знаю перестали интересоваться или как почему ведь они же подписывались чтобы черпать информацию да либо же это январь такой месяц либо у тебя как в этом как называется в спортзалах абонемент покупают данный год а потом походили два дня посмотрели и забывают я тебе скажу что это зависит от темы видео например если видео какое-то скандальное например вот я выложил видео там где трогание магии типа ну вот ребята там у меня есть видеоролик у него 80 миллионов просмотров и крупным планом лицо пишет где покажи такой сразу знаешь вот это выкинуло оно как вирусный эффект сразу там более 200 тысяч за тот же промежуток времени выкладываешь как накачать пресс как накачать бицепс это считается если ролик за месяц собирает 20-30 тысяч просмотров это считается хорошие показатели на самом деле потому что это же надо идти в зал тренироваться то есть на самом деле еще сейчас ты видишь рост посещал было в среднем на таких серьезных видео было в среднем по 10 тысяч просмотров сейчас пошло по 20-30 тысяч за первую неделю это считается еще у меня это еще много но ты пойми у меня на канале 1300 роликов когда туда попадает человек он теряется в огромном количестве и от 5000 просмотров до 4 миллионов просмотров поэтому что как зайдет тебе поступило благодарно у тебя сейчас как ты где-то преподаешь в своем зале либо же у тебя как-то арендуешь по сути фракционная поддержка она такая что можно в принципе создавать свое направление в этом в искусстве и запускать и люди пойдут и пойдут и пойдут ващества я когда вместе с Шиловым мы начинали тренироваться в Аполлоне когда ходили в Диор подготовка к бою была в Аполлоне висели экраны перед бегущими дорожками кардио когда проходили и там Юра с Посохуковски накачивает бицепсы сидит и думаю вот это да вот это уровень как сказать сколько людей к тебе приходит в живую сколько можно рядом с тобой почитать или увидеть я могу потренировать за день ну может человек 10 когда допустим я работал тренером мне было 26 лет я мог тренировать сразу за день 15 человек 17 человек за день сейчас больше 10 человек в день физически тяжело просто ты просто устаешь одна проведенная тренировка с человеком это как 15 минут самому потренироваться Юрий у тебя после тайских каникул все сейчас интересуются тайскими каникулами дело что я ездил в Таиланд на Новый год встречал в Таиланде туда поехали все звезды фитнеса со своими женами там Дмитрий Шанкин Денис Гусев Дмитрий Клоков некий Шпак поехал очень интересный персонаж мужчина который себе то грудь женскую вставит то ягодицы себе вставил то татуировки по всему телу то там маникюр с педикюром знаешь очень многие считают что он естественно гей при такой внешности но он приехал с прекрасной супругой и он абсолютно адекватный и самое интересное в общении то есть видимо таким образом он просто просмотр набирает успешно ну конечно все смотрят внимание всех людей сразу на него что это за трансформер вот и вот каждый день были соревнования в железном мире сейчас выйдет статья телевидения поэтому многие спрашивают про эти тайские каникулы ну это обычная коллаборация знаешь когда все блогеры собираются и едут куда-то на отдых или там походы все это показывают как дом 2 поэтому столько вопросов поступает по этим тайским каникулам если тебе интересно я хотел тебе еще пару вопросов задать пока есть возможно подожди я тебе хочу поправить знаешь как называется коллаборация это когда человек кричит сколько стоила каждая колбаска сколько стоила каждая сосиска вот это а у вас там ну прошло что-то ну так вот я где-то краем базы вижу там у других этих блогеров там картинки там ну даже не как-то не увлекает а здесь где махать где друг друга там люди и ну и все и тот же шпаг хорошим человеком по концовке оказался это я только я не тебя первого слышал информацию что он человек нормальный реабилитации шпага первый занялся Михаил Кокляев чемпион по тяжелой атлетике и другим видом спорта он занимается реабилитацией блогеров по очереди сначала ко мне приехал давай тут читать вопросы потом снял со шпага видео ну он действительно очень интересно советую тебя с ним по скайпу провести его так тоже привести его в эфир я думаю с удовольствием я могу договориться он с удовольствием придет просмотр у тебя будет полон этот считаете ли малихуану наркотик нет то пусть полон 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 ну к сожалению в случае со шпагом все будет полон так как будет много и негативных и позитивных считаешь ли малихуану наркотиком как ты относишься к ее легализации спрашивают Борисова за сколько завалишь это как понимать за какую сумму или за они как понимают это так просто пишут и все ты знаешь какой Борисов нет ты Борисова не знаешь да Борисов это фитнес-блогер из Киева мой односельчанин можно сказать но он тоже из Киева однагородник и он как бы ну мой там товарищ и мы как бы конкурировали всегда в одной нише тоже фитнес то же самое то что и я только более длинные видео по часу в основном он обычно сидит и его там доверительно часами рассказывает разжевывает и вот за это его люди что он не ленится вот подробно знаешь вот есть там дань что видео не должны быть слишком длинными он на него наплевал по часам каждое видео по два часа вот вы должны отжиматься от пола мизинец должен быть вот так смотрите повторяю мизинец должен быть вот так и вот так два часа рассказывает и люди купились и он таки завоевал свою аудиторию и классно Юли читаешь ли ты какие-нибудь книги книги ну конечно энциклопедия бодибилдинга арнольда в детстве читал жулия верно но ты очень много книг читаешь я очень много книг прочел раньше теперь я не читаю ничего спортивного потому что в принципе не занималась не ходила в спортзал объясню почему потому что боюсь снова припасть к железу и сделать мсмк я просто знаю что я этим увлекусь снова и поэтому очень очень обторожно хожу в спортзал сейчас давай сделаем совместное видео как света с моей женой качаются в зале это же будет сразу же всеми тренировка ягодичных мышц и грудных отлично подожди сейчас посмотрим а мне что-то сообщение не приходит сейчас мы у Костя нет никак не может добавиться Женя я не знаю кто Костя но я хочу спросить идея пояс я тебе не пишу здесь я такое что сам добавлял в новом скайпе там очень сильно интересуются марихуаны все спрашивают к Юлию марихуану нет как ты к ней относишься к Юлию легализовать легализовать марихуану не знаю это научный подход зови скайп кстати да да Михалыч отвалился сейчас ждем пока все остановится пока Михалыч отваливается я расскажу ответы на вопросы расскажу что марихуана это конечно хорошо но с другой стороны что здесь хорошего нужен научный подход то есть если легализация марихуаны придет к тому что наше общество в целом станет более цивилизованными и меньше людей будет страдать от наркотиков то пожалуйста меньше меньше вреда будет пусть легализуют если жена бороться это приведет к тому что все подвигают марихуану то тогда я буду против то есть видео нет Михалыч марихуана это наркотик не выключи это хорошо включи выключи камеру так же он включит видеокамеру хорошо объясню потому что есть данные что марихуана положительно содержит каннабиноиды которые лечат рак то есть лечат алкалория ну лечат онкологические заболевания тут про марихуану вопрос поступает просто можно ли легализовать или нет меня слышно видно да 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 я категорически против жена моя категорически против марихуана в любом случае запретила уже марихуану поэтому мое мнение уже легко сочетить да 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 сейчас подожди я тебе такое лицо просто ну ага Алексей а давай мы запустим наш разговор чтобы Костя тоже зашел перезвони то бишь мне да перезвони там пусть люди пока его сейчас мы перезапустим все а что не работает сейчас заработает в этом не поступают вопросы в терископе поступают говорите вопрос правда что готовая белковая пища теряет свой свой хранить в морозильнике вот да я думаю что не теряет белковое отличное свойство если хранить в морозильнике о Женя вот кто себе появился в институте лиги заслуженный мастер спорта по бутеванию содержащих продуктов то есть у нас сегодня в эфире два литр баллиста и два бутевта да 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 два шпортсмена два на два какие домашние я думаю что мы можем поспорить у кого результаты в их видах спорта лучше Костя ты что как этот в козе мавроги занял вопрос какие домашние преждения всем привет 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 не видно лицо ты в темноте ты как призрак возьми телефон подсвети фонариком подсветочку включи я хотел спросить идея боя кому принадлежала чтобы ты с Симоновым сразился это чья идея твоя нет тут на самом деле никакого сценария как у многих и тогда и после боя возникают какие-то вопросы по поводу того кто это все сбродюсировал кто это все у кого в голове родился сценарий у кого это все рождалось кто предложил это кто предложил Симона а то есть он сказал что раз типа не может Эдисон так давай не может не может изначально изначально предложил Симона потом предложил я уже в ответ на его предложение Света ну нет в ответ на пневмонию в ответ на то что боец Шилов не выходит видеть боец Светлана ты не боялась за Женю не запрещала ему участвовать в этой афере я не боялась но я не знала что все закончится с обретением головного мозга если бы я знала то я бы делала все чтобы это такое не состояло ну и закончилось сотрясением я же живой здоровый нормально ну это прекрасно что ты выкорротался да так быстро у меня отошло все это но серьезно ведь спорта я переживала но у тебя сейчас из-за того что ты принял такое волевое решение наверное подъем идет мы все в соцсетях все пишут что ты тебя забрали все тебя да за последние полторы недели отписывалось полторы тысячи человек за то что ты набил как бы добро и позитив или за что за то что набил да 13 был бой люди ожидают что 13 января тоже будет бой 13 февраля тоже будет бой ну то есть подписывались у меня столбик вырос 18 23 причем вырос на 6 процентов соответственно какой столбик у тебя до 18 сантиметров вырос тот который нужен столбик у меня не растет уже а столбик в ютубе в показателях где аудитория ютуб аналитикс и там аудитория если раньше у меня аудитория 35-летней было сколько там 25-34 самый высокий то он здесь снизился но выросла вот эта аудитория 18-летняя она пришла пришла после боя увидела что здесь какая-то драка там можно посмотреть комментарии Михайловича одного из бойцов а потом когда я первое видео у меня было про пиар рекламное люди начали отписываться и все хотя они не знают что сейчас впереди будет впереди вообще такая что называется бомба я просто не все снимаю и все пока говорю вот сегодня ездил в Астанкино но зачем туда ездил я тоже говорить не буду короче звучит устрашающе да ездил в Астанкино и всем там тоже набил морду я понял скажи пожалуйста вот появился у нас новый персонаж Костя Литвинов ты не мог бы рассказать несколько слов о том о нем а что а что Костя говорит на него посмотрите пожалуйста я вижу что он сидит жует за нас пока мы возвращаемся Костя не говорит потому что в подвалах Литвинов его пытали ему ответит язык по нему уже видно что он молчит улыбается ну расскажи что-нибудь ну пожалуйста что за Костя что сидит молчит не поймут люди подскажешь что это я его канал я частенько появляюсь на его на канале вот у него вот было отношение да а я его знаю давно еще много лет знаю его то есть ты закадычный давний друг Евгения пантелей пантелей мы товарищи еще по движению политическому потом по метрополу были так плохо потом Женя пришел в профессиональный спорт но тем не менее профессиональный спорт а какой это профессиональный спорт он пришел ну вот он когда стал я шучу так а у меня дело в том что я раньше уехал в Москву из Красноярска я уехал в начале 19-го года а я уехал недавно и мы здесь встретились обрадовались и до сих пор радуетесь вы так до сих пор радуемся ну и потом вот этот вот мой когда я проиграл 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 победа победа супер Костя рассказал три месяца видео на канале есть чтобы Юра посмотрел дополнительные просмотры были реклама с этого а ты ему сейчас все пересказал мне понравилось знаешь даже не краткая полность вообще Женя Женя слушай мне понравилось что как бы ты проиграл этот бой как бы но все так к нему однеслись как будто ты выиграл вот как бы все тебя поздравляют говорят молодец ты вот с победой тебя то есть как бы получается что ты настолько эффектно проиграл что это приравнивается к выигрышу это типа мне напоминает бой Кличко с Льюисом что хоть Льюис и побил Кличко но тот кричал я могу еще драться упустите меня обратно я покажу этому Льюису то есть да Ира какие ходят здесь же смотри самое главное во всех этих драках чтобы кровь было много крови а у меня во втором раунде или в первом подожди я уже не помню голова уже не помню кровь из носа пошла и все вся передняя часть была в крови и многие же когда абсурд допили это на этот бой именно вот эти фотографии представляешь кровавым лицом чтобы больше смотрели а у меня вопрос к Жене как она это выдержала я бы там сама выскочила на сцену и убила бы Симонова Юля говорит что она бы выскочила на сцену и избила бы Симонова если бы увидела что у ее мужа нос как Света удержалась чтобы не порвать там всех она присутствовала Симонов большой большой и Света решила на всякий случай не вылезать он же джентльмен он же джентльмен он бы девушку не ударил я же учелся Симоновым он на самом деле добрейший человек просто не страшно было смотреть ну я не знаю конечно страшно я за Свету отвечаю что смотреть было страшно ну что давайте поговорим еще о спорте я сейчас занимаюсь заниматься тяжелой атлетикой но у меня сейчас болит коленка я сейчас буду ехать в клинику мне буду делать от колена укол обогащенный тромбоцитами плазмы то есть мою кровь из вены венозную кровь возьмут методом фильтрации выделят оттуда обогащенную тромбоцитами плазмы и эти самые тромбоциты имеют уникальную способность заживлять регенерировать все и омолаживать женщины себе колют морщины делают плазмолифтинг а я прямо в больную коленку эту плазму таким шприцом мне введут и так буду делать до тех пор кстати такую же процедуру делают известным сейчас хоккеистом там футболистом это самая инновационная нано методика лечения связок после чего я должен стать обладателем мощнейшего колена то есть у меня разрыва связки нет воспалилась связка уже полгода не могу приседать после чего я бросаюсь хватаю 200 килограмм и начинаю дико приседать накачиваюсь и опять ухожу на соревнования как вам такой план отличный план я все это время смотрел на Костю Костя из-под стола наливал себе и укивал он сидит значит он рекламирует какой-то зеленый горошек достает незаметно показывает банку насыпает зеленый горошек с рисом топчет топчет а ему идут бабки за это ты даже не знаешь что твой лучший друг сейчас зарабатывает на зеленый горошек миллионы не слышно не слышно не слышно не слышно не слышно не слышно это разговор особенно про коленку мне тоже предлагали его не в коленку а в коленостоп в коленостоп в коленостоп в ахилле сухожилия да? повезло тебе опасное дело могут что-нибудь не так сделать ничего там пережмется и все проблемы с движением шикарно мне жалуют то что с вами неинтересно ага ну конечно знаешь как это слушают одну историю у деятельной другой про коленку про коленостоп ахилле сухожилия нету спорт нету спорт я считаю что надо добавить в наше общение больше секса потому что потому что люди жалуются что неинтересно ну да я конечно не предлагаю ничего вам там не стремились какой-то танцевать но там хотелось бы сказать что допустим в Таиланде очень хорошо да много девушек в купальниках на пляже шикарными фигурами с огромными все участницы шоу все участницы шоу были с такими вот этими грудными накачанными мышцами вот что ты что ж на пляже ну а насосом ну конечно кто хочет заниматься спортом тот знает что на сушке женская грудь сгорает да если как к этому относишься вот практически с бикини я тоже здесь как бы поумничаю я просто в этих вопросах тоже разбирался одну статью прочитал пока что да и она меня поразила просто когда девушка переходит из такого как бы фитнеса для себя в раздел фитнес-бикини и уже идет там каким-то результатом то это все заканчивается тем что там ну вот до того что менструации и прочее ну это такие подробности уже занимаются эти женские я могу рассказать я могу рассказать когда девушка начинает заниматься фитнес-бикини во-первых ей надо сразу же пойти себе вставить сиськи потому что она уберет весь полностью жир и полностью сиськи уйдут я извиняюсь что это прямолинейно при твоей жене выражаюсь молочные железы молочные железы так сказать сойдут на ноль причем это не важно она может качаться там может не качать грудные мышцы это обязательно жир уйдет грудь у женщины состоит в основном из жировой ткани и железистой то есть это первое второе что произойдет это полностью прекратятся месячные то есть это называется аминария то есть мы получим красивую девушку с прессом с большими искусственными сиськами красивую и безмесячную что же делать опять таки у меня одна знакомая сказала что она поехала в Таиланд купила там какую-то травку выпила ее и у нее пошли месячные опять и получается что нужно запустить их снова понимаешь если она начнет есть если она начнет есть и поправится на 20 кг то у нее восстановится все женские процессы она снова сможет рожать но в чем же тогда смысл все же женщины сушатся чтобы стать красивыми а не чтобы рожать и быть жирными слушай ну тут это тут палка в двух концах поэтому вот эта девушка очень хитрая она убила двух зайцев она просушила сделала себе пресс выпила травку и получилось что у нее есть и кубики пресса и женские дела представляешь как она хитрая я теперь ищу как эта трава называется чтобы рассказать этот секрет всем фитоняшкам чтобы они все заберегивались она что я сказала уже она забыла как трава называется надо узнать срочно кто из вас дорогие зрители знает кстати почему Наталья Трухина выглядит мощнее тебя я могу сказать что Наталья Трухина выглядит не только мощнее меня она уже выглядит мощнее Рони Колмана я тогда был брал интервью Рони Колман там была Трухина когда она стала рядом с Колманом то он показался мне малость дрещевать хотя у него руки все еще по 50 см каждая то есть он когда вот так берет хотя ему там сколько 50 лет у него тут такие банки знаешь как два арбуза но Трухина когда вышла с такой грудью с такими плечами у меня скоро будет видео где Трухина сможет доминировать надо мной в зале со своими объемами ну в плане объемов надеюсь только полного доминирования не произойдет но я предвкушаю я видел видео со ШПАКами Трухиной легендарное где они вдвоем там собрали 150 тысяч просмотров сразу за первый же день одев розовые стринги и покачав жить в зале представляешь ШПАК то есть фактически транс этот трансгендер 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 да то есть он же он же причем говорит что он нормальный ориентации просто ему нравятся женские сиськи поэтому он их носит и Трухина которая тоже по-своему очень у нее есть как бы мужские атрибуты да то есть им нравятся мужские атрибуты вот такая спина уже а им нравится женские и вместе они как бы идеально дополняют друг друга то есть они являются противоположностью один другого или другой это уже как кто считает здесь он пишет в пост заводи свой стрим где пойдем а то тут хэ ребята тут специально такая пропаганда проводится люди пьющие сидят рядом и у них обрабатывают мозг спортивной пропагандой я кстати костя подходит сейчас наверное он уже подошел костя хочется сказать тоже сидит на пп ест белковую пищу на пп это на пептидах или еще куда на правильное питание а я думал на пропагандой и пептидах не не правильное питание это первое дело я вам правильное питание я хочу сказать что что жена знает у меня был я ем вареное мясо теляхину кашку приличную мыл это все очень интересно вопрос а как женя относится к религии ты атеист или православный я в таких случаях отвечаю я агностик а агностик это что такое скажи пожалуйста я сам не знаю я отвечаю агностик это агностик который не отрицает существование богов но и не принимает сторону какой-то религии или веры то есть что бог вроде бы есть но вроде бы его и нет да то есть человек который не хочет не выбрал еще веру ну да не выбрал веру он как бы находится в подвисшем состоянии да я прав? ну можно сказать и так а света тоже агностик да я православный православная света соединила свою судьбу с агностиком да и мы повенчались еще по моей инициативе то есть ты решил как сделать шаг от атеизма к агностицизму повенчавшийся света мы тоже православные нет у меня дорога религиозная и мой путь он такой весь выглядит как серпантин горный то туда то сюда то то от ярого ортодоксального такого человека да не ортодоксального июдея а ортодокс православный Костя, а ты тоже агностик? да я как бы стою на позиции шагуизма вот и что подтверждает портрет Ленина то есть твой идол это портрет Ленина? нет я бы сказал, что это идол скажем так это моя молодость ушедшая я как всякий молодой человек был революционером Женя был революционером у меня отрицательство вот мы были революционерами хотели к лучшему готовы были даже пострадать за это это дело в том что символы и пострадали пострадали и до 70 лет потом страдали а вот как я пострадал вот не надо так может быть потому что надо для них хорошо в общем у нас сегодня представлены на этой вечеринке веселой ты закончила? ну ты же зачем? на этой веселой может продолжать на этой веселой вечеринке представлены агностик православный человек и атеист то есть все виды конфессий полностью хорошо а можно еще вопрос чтобы вот я с вами сегодня впервые знакомлюсь мы никогда раньше не общались а к вегетарианству как вы относитесь? вегетарианству? да а ты надо же уточнять есть веганы а есть вегетарианцы ну вообще ты веган я хотел уточнить тебя я уточняю я уточняю ты веган или ты вегетариан я к вегетарианству отношусь резко негативно почему? потому что я считаю что человек должен есть мясо а без мяса ну не хватает подожди подожди ты так загнул сразу должен где должностное обязательство есть мясо? есть такие должностные инструкции в голове вот согласно которым мы живем Юрий у вас были приводы в милицию? не было не было у меня привода в милицию следующий вопрос значит мясо ты считаешь что ты должен есть ты мясоед белое берет что ж такое? Костя на сегодня он сначала собрал неплохой он неплохой собрал барыш с горошка с закуски а теперь торгует водярой на стриме ты видишь пока мы тут говорим о возвышенном о высоком Костян он тупо косит бабло нет нет я спрашиваю вопрос и отвечаю просто на них они спрашивали какой рост мы пьем я покажу посоветуйте начинаю то есть ты прямо сейчас ее пьешь нет это в заднице Юра ну конечно Юра такой наивный книжка 20 секунд да? так скайпи надо смотреть я понял хорошо продолжаем продолжаем общение значит ты не вегетарианец ты каннибал то есть бесоед прости а Света тоже бесоедка? да а вы знаете кто это каннибалом обзовет? каннибал это тот кто ест людей я поправился так да да так каннибал это тот кто ест людей а тот кто ест твой вид например если медведь то каннибал или окуль рыба съела окуня тоже каннибал или человек человека каннибал да а если человек ест например говядину не каннибал да Женя а если ездит в транспорте и свистит то это трансвистит все правильно да я не знаю 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 мне Костя напоминает кого-то из персонажей фильмов про джентльменов удачи он тоже так сидит горошек водка такой это не горошек но если кто хочет я ем основную говядину и плечевую кашу все очень просто по христиански по христиански да а как же пост так он же отойдет он заочек на рождецку а мы в задержке стрим же задержка идет а ну да 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 хорошо слушайте ребята я в течении вы знаете 14 лет не ел мясо рыбу и птицу то есть я ел только творог и кашу и все а потом я начал есть у меня в жизни были перемены начал есть опять сейчас я снова отказался от мяса то есть я ем курицу рыбу но мясо не ем потому что я считаю что это млекопитающие у них высокоразвитая нервная система высокоразвитые мозги и вот допустим вот если бы ты жил лично с коровой да вот представь себе Костя ты бы жил с коровой например лет 10 ну не в одном сарае ну допустим ты бы жил в доме а у тебя в дворе жила бы да заходил в сарай корове да то ты бы проникся от нее не обязательно высокими чувствами и не смог бы ее съесть не каждый может проникнуть я например он не ел нет он другую корову может покупать ну вот видишь вот видишь а у тебя группа крови а я не помню Юля какая группа крови у тебя вторая вторая говорит жена говорит вторая понятно у меня первая видишь я не в сайте и у Жени тоже первая я вторая я мясоед я один вегетарианец на трех мясоедях который хоть хочет но я не вегетарианец вегетарианец на человека который не ест и птицу тоже я мясо не доедянец жени ты даже шубы не покупаешь натуральные шубы у нас нет да мы не едим шубы не носим а сапоги с кожей или с чего сапоги с кожей да но это уже это вынужденное место это уже другая история не понимаешь с точки зрения философии не нужно абсолютизма вегетарианстве не нужно абсолютизма можно так сказать что когда ты дышишь ты вдыхаешь бактерии они же тоже мясо если ну ты поняла да да то есть мы должны двигаться на эту тему на эту тему я яйца ел это называется лакта овла вегетарианец вот если ты будешь есть только яйца ты будешь ова вегетарианцем не хочешь показать у меня тут икуру подружка не ест по этим соображениям она говорит что это малыши я их еить не могу ну шубушка там же убиваются очень много живых и говорят что живьем конечно это ребята значит я хотел вам объяснить что вегетарианство это лестница и вот когда вы начинаете по этой лестнице двигаться слишком далеко вы доходите до маразма то есть не надо по этой лестнице доходить выше там третьей ступени когда уже человек начинает становиться веганом потом начинает воздухом питаться солнечная энергия это уже ну до маразма секундочку то есть вот буддисты например ходят с метелочками чтобы подметать муравьев чтобы не наступить и не стать убийцей то есть они считают что неважно ты человека убил или муравья но это же маразм это же крайности это уже человек в своем мышлении доходит до полного ну откуда ты знаешь нельзя утверждать откуда ты знаешь может муравьев да пусть решает ну пусть решает пусть решает пусть решает ради бога но я например считаю что все равно здравый смысл должен присутствовать да да кости тоже относителен вот тут я с тобой могу спорить до бесконечности по поводу здравого смысла поедание там говядины и курицы я в этом тоже сцепляюсь всегда ну потому что тебе хочется есть курицу и ты как заинтересованное лицо будешь отстаивать и право на поедание курицы если бы ты допустим расхотела его есть то ты бы начала доказывать противоположное я просто участвовал в дебатах между вегетарианцами и мясоедами там было 100 вегетарианцев и 100 мясоедов на телевидении в прямом эфире так какой основной аргумент был у мясоедов что это очень вкусно поэтому это правильно мой аргумент был что человек может тоже вкусный тогда и человека правильно есть ты же не пробовал попробуй может тебе понравится и могу сказать почему спасибо вот видишь у тебя включаются нравственные компоненты а в плане поедания говядины у тебя они выключены если бы ты для себя обратила внимание на эти нравственные компоненты то ты бы тогда могла отказаться от поедания труфов как говорят сторонники гитарянского но я не хочу тебя осуждать потому что я сам ел мясо очень много и всего лишь стараюсь его теперь не есть стараюсь потому что это правильно с точки зрения духовного самосовершенствования но я не хочу это навязывать тебе или Жене мы уже поговорили обо всем кроме секса так подожди у меня вопрос у Юли есть я давно его держу уже в себе а у меня есть вопрос Юли да я тем более что отношу с консентом у меня такой вопрос вот говорят люди что она начинает зареваться обморитудингом вообще общаться через какое-то время у тебя возникает такая потребность именно это делать то есть как бы организм сам просит идти чтобы делать додумать додрузку извини тебя плохо слышно организм сам просит чего додрузки вот то есть ты хочешь идти качаться хочу качаться вот я сегодня уже покачался один раз да при этом что я болен сейчас у меня бронхит легкий такой легкий бронхит и насморк я все равно пошел покачался в удовольствие получил вот и я жалею что вот у меня самый классный период в жизни был когда я работу прекращал полностью не работал только занимался спортом вот подготовка когда идет 2-3 тренировки в день и все больше ты никем не занимаешься чувствуешь себя таким совершенным человеком то есть у тебя физические упражнения диета ограничение себя бег представь себе бежишь по лесу то есть чувствуется такой прорыв в личном самосовершенствовании и даже душа очищается представляешь прям чувствуешь что ты становишься более духовным за счет того что ты делаешь такой подвиг физического самосовершенствования меняешься до неузнаваемости за 2-3 месяца то у тебя в сердце в душе тоже происходит какое-то даже могут видения начинаться то есть если ты ничего не ешь и 2-3 раза в день тренируешься может запросто прийти бог через 2-3 месяца начать с тобой разговаривать ночью у меня такое происходило я замечательно я тут прям общался и как-то так знаешь у нас не очень получается я обочину подплоть вот ну сделал не в этом я испугался как будто вот и тогда все детства просто ты говоришь что за два-двенец можно там дед 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 без всяких как бы наполыканных инъекций в свой организм что я накачался на протеине ты не понял ты ничего за 2-3 месяца не поднимешь ты я имею ввиду подготовка когда ты уже качался там несколько лет а потом ты типа сборы проводишь то есть ты тренировался три раза в неделю а тут ты начинаешь тренироваться три раза в день и у тебя полностью сгорает визжи ты полностью меняешься у тебя уже есть фундамент основа сегодня я слушаю слушай я работаю с утра до вечера я встаю там 5-30 утра еду на работу приехал только сейчас но это надо денег это надо денег накопить просто там написали написали в титрах что комментариях что желательно чтобы я тренировался пока вы рассказываете поэтому я выполняю их пожелание ударил об стол гантелей смотри сбили меня с мысли надо накопить или найти спонсора найти спонсора допустим приходишь свете говоришь света смотри давай ты мне дашь кучу денег а я за это три раза в день буду качаться и прославлять твое имя буду так поднял гантели на бицепс и сказал это все свете спасибо за это и об этом будешь писать на своем блоге предположим она миллионерша заинтересовалась подготовить перспективного спортсмена костю у тебя появился спорта и ты можешь тренироваться сколько хочешь вот 10 лет многие так и живут спортсмены у них есть свои спонсоры потом сплетни всякие пускают что они с ними там готовлю нет нет классический бодибилдинг мэнс физик и фитнес-бикини у меня по пау-лифтингу есть тоже результаты но не совсем по пау-лифтингу у меня есть несколько учеников стали чемпионами по жиму штанги лежа но по пау-лифтингу не было чемпионов подготовлен но по жиму лежа несколько но это в принципе близко такой этический вопрос вот задать да у меня например очень много подруг ходит заниматься ну вот тоже к тренеру да например у них периодически что-то болит и разваливается вот ты как тренер как чувствуешь твою ответственность за здоровье своего спортсмена если например начинает разваливаться допустим ну вот спина там или произошла как травма как вот ты поступаешь в каких случаях я могу сказать как я поступаю в таких случаях я бережно отношусь к здоровью своих клиентов если допустим я вижу что человек не тянет да эту нагрузку я ему просто нагрузку давать не буду то есть человек должен подготовленный быть полностью и например вот у меня пришла девушка тренироваться она занималась до меня с тренерами когда на приседаниях зашла всего лишь до 50 килограмм то у него произошло ущемление нервов спине да и то есть он не давал ей достаточный объем подготовки для поясницы а только об этом может это говорить и мы с ней начали выполнять комплекс упражнений для длинных мышц спины она подготовилась как следует и потом она приседала там уже 80 килограмм то есть значительно больше но не было никаких проблем то есть поясница уже держала и подготовить слабых мест не должно быть тоже самое во время так называемой сушки очень часто бывает что человек не готов к тому что это такое бросается на эту диету садится до потом начинаются проблемы со здоровьем и колоссальный моральный стресс то есть нужно подготовить человека с ней поговорить объяснить какие трудности его ждут и как избежать если будет ну допустим извините девушка села на диету обнаруживает что у нее там изжога там запор там все что угодно понимаете да то есть психоз она начинает бросаться на мужа разводится с мужем из-за того что она села на диету на самом деле она просто жрать хочет вот и надо готовить и как бы все должно быть актуально вот так что тоже важный такой момент многие когда мы начинали тоже заниматься да вот этим броски там и тренировками спрашивали вернее не то что спрашивали утверждали что протеиновые коктейли это химия и это вообще вредно для организма вот так ты можешь с точки зрения я не знаю тренера да человек у которого канал на ютубе 200 тысяч человек подписаны то есть ты как авторитет в этом в этой области можешь рассказать вообще что вредно что полезно и ну давай я начну с протеиновых коктейлей и здесь какие марки посоветуешь и что там должен протеиновые коктейли себе содержать значит можно сказать что протеиновые коктейли уступают действительно нормальной здоровой еде например тот же рич пьяно популярный блогер на западе бодибилдер он сказал честно что у меня есть собственное спортивное питание я продаю свой собственный протеин у меня есть свои заводы но я вам честно скажу что утром встал надо съесть 12 белков яичных и две чашки овсянки но для света это может быть пол чашки овсянки да это метр белка 12 белков она может не съесть сразу проснувшись только но я не знаю даже возможности но рич пьяно съедает 12 белков две чашки овсянки он считает что это нормально за один период пищи мне например трудновато столько съесть почему не отвечаете на вопрос этот вопрос поступил с кем заряжались и протеин гораздо хуже работает чем натуральная еда потому что он менее совершенный продукт чем натуральная еда понимаете но если уже пить протеин то брать какие-то хорошие компании там mhp допустим сан масл фарм масл мэдс из наших протеинов я пью иногда течь нутришн то есть что-то такое проверено что дает вам результат но если есть возможность натуральную еду есть лучше есть натуральную еду зачем нужен протеин если ты не успеваешь 5 раз день поесть а надо есть минимум 5 раз день если спортом занимаешься берешь протеин и забодяжил и выпил и ты спасен если ты набираешь массу даже смотрят очень много подростков не забывайте у которых кожа до кости это у нас мышечная масса и не только мышечная так и прет слушаю тебя лишний вес есть михалыч говорят да нет я конечно же есть у меня сколько лишних 30 килограмм чемпион по литерболу а на полном серьезе это действительно вот ну как сказать как часто употребляешь алкоголь 1 2 3 раза в неделю каждый день последний месяц я употреблял 1 1 2 3 раза в месяц потому что до боя и после боя готовился то есть после боя сотрясения также как я и многие спортсмены ты любишь выпить на не пьешь ну естественно поэтому сказать что то есть ты заинтересовался мне тут один пацан сказал интересно почему пантелейкин к бою не подготовился не подсушился я думаю что подсушиться надо 2-3 месяца это было экспромтом правильно ну и так естественно это же за три дня до боли я считаю что надо мне взять вас под свое крово вы все втроем костя ты света приходите мажина приходим за выделом групповую тренировку на всех тренажеров все это снимается потом вы получаете комплекс упражнений и на света может тоже конечно всех потренировать я не претендую чтобы занять ее пошатнуть и авторитет ну раз все таки там чемпион мира европы там по фитнесу чтобы бодибилдингу появился в кадре может быть сделаем да ваше здоровье да я тут протеинчика налив себе сейчас тоже пока мы обсуждаем водичку пью водички вот видел костя учись учись вот насколько нормальный парень видел водичку а может быть там и не водичку а вот эту самую белую березку осталось тех пор вот кстати к тому вопросу что ты говорил а вот эта уходка была восхитение а теперь уже четверг эпоха прошла в целом ну вот недостатки только потому что ты видишь я думаю ну ладно я посижу с вами но так сидеть с людьми хорошими да спасибо большое женя женя такой вопрос вот ты создавал свой канал как давно это было но в этих кругах ютуба принято считать что путевку в жизнь смотри я изначально канал создавал чтобы пилить туда ролики с нашими с красноярскими там политиками бизнесменами и прочими но у меня на канале на тот момент было вообще мало как бы просмотров и как бы и подписчиков как таковых не было на канале редисон тогда было сейчас скажу на или шесть или восемь тысяч это при том что там уже очень много различных шоу было да когда я уже последние ролики свои запиливал мы начали вместе как бы сниматься на канале редисон и там первый у меня скачок был до полутора тысяч но потом просто я просто не занимался ничего такого не пилил и и и оттуда все пошло и поехал и потом канал я смотрю тебя отлично идет развитие канал отличные просмотры встреча с рванским но особенно много видео просмотров перед боя и перед боем и после боя а так потому что всем всем интересен конфликт всем интересны эмоции хорошо но ты собираешься ты продолжай собираешься продолжать судьи это твоя основная деятельность можно зачитать душа раздирающий комментарий мне понравился зачитайте донат а потом я зачитаю душа раздирающий комментарий сейчас секунду закрылся вот прямо ну от души чеку давайте читайте донат один момент загрузится сайт ночью на протеин там было написано сейчас пожертвование михалыч предварьman к нам было много гр Plan back знал стоенты пraphic small назначающие разрезы Ну, пока я сегодня, Гурианна Останкина сегодня съездил, как завтра у нас решится практическая часть того, что у меня там поручат. Короче, не буду ничего говорить, но поездки будут. Что ты, Костя, показываешь? Ну, там кто-то считает уже из подписчиков хорошие люди, а там читают хорошие люди. Можно спросить? Я хотел про другой сказать. Ездить надо, надо работать. Понимаешь, что? Поехали. Можно спросить? Почему вот у вас идет в качестве фона кто-то играет, да? Но наши картинки, они же полностью перекрывают экран. Там не видно, кто в бежалку. Вон, выстрелил. А ты уже не увлекся игрой? Нет, я не увлекся, я просто удивлен. Зачем нужен фон, если все равно наши картинки поверх фона идут? Или это загадка твича? Это такая. Леха, уменьши картинки у меня тоже на протяжении всего этого мероприятия. Не надо уменьшать. Меня уменьшат и меня не будет видно. И Свету я хочу видеть и уменьшат и тоже не видно. Она не будет. Можно побольше сделать, чтобы уровня было видно? 150, да. Спасибо. Ага. Юра, какой-то комментарий тебе очень сильно понравился? Смотри, написали. Спасококотский сказочник. Где найти спонсора, простому парню, который очень хочет качать. Нет, очень хочет качаться. Но не имеет ни средств, ни времени. И при этом этот простой парень не является спортсменом, то есть собирается качаться с нуля. И кто даст гарантию потенциальным спонсорам, что он имеет потенциал, что он перспективный? Значит так. Во-первых, есть очень много богатых людей, которых моментально окружают так называемые друзья. То есть вот у меня на моих глазах мои друзья становились там миллионерами резко, да? Сразу у них появлялась куча новых друзей, которые за ними ходили, там, ой, ты такой классный, там, фанаты, да? То есть они как бы те друзья, что были до этого, вытеснялись? Потому что они привыкли к нормальным, как бы искренним отношениям, да? И они не привыкли там лизать в задницу, там, говорят то, что думаешь. А там появлялась куча друзей, и на них тратились деньги, конечно. То есть на самом деле, если у тебя есть какой-то человек, знакомый с большими деньгами, ему ничего не стоит, человеку, который его развлекает, да, является частью его досуга, стать проспонсировать его. Тем более, такие суммы, как нужные, чтобы тренироваться одному человеку, это просто, ну, это просто смешно, это копейки. На поне того, сколько эти люди выбрасывают на ветер. То есть я вот тренировал одного очень богатого человека, он постоянно мне показывает, вот я себе купил айфон, допустим, да, еще его нигде нет, еще его нет в Европе, поэтому в пять раз переплатил, ну, то есть там он 300 тысяч рублей за этот айфон заплатил, да, чтобы показать, что он у него первый. То есть есть люди с деньгами, они могут спонсировать кого угодно, они даже не разбираются, им все равно просто лапши навешал. То есть поиск в спонсорах хорош тем, что одни люди не верят, что они найдут спонсора, и поэтому у них нет спонсоров. А другие ищут и находят. То есть тут от наглости просто зависит. Но согласен с вами, что шансы найти спонсора, они есть, но они малы. То есть это не то, что ты так вышел, да, сказал, вот я ищу спонсора, и он сразу нашелся. Это придется победа, потому что в принципе каждый не против найти себе спонсора, да, чтобы тренироваться и ничего не делать и не работать. Ну, во-вторых, я хочу сказать, что то, что я рассказал про Костю, я же на полном серьезе не предполагал, что Костя найдет себе спонсора по бодибилдингу. Это просто рассказал, как именно находят спортсмены. То есть если ты уже выступающий спортсмен, у тебя есть хорошая форма, ты уже выиграл на каких-то соревнованиях, то, естественно, шансы найти спонсоров сто раз выше, чем у тебя, если ты никогда не занимался, и у тебя твой потенциал не раскрыт. Я, конечно же, имел в виду, что уже для, хотя бы для начинающих бодибилдеров, а не для новичков, которые вообще никогда не занимались. Где нет шанса? Уважаемая сфера, где что вы здесь видите, где нет шанса? А, ну и ладно, я очень-то и хотелось, вот я что-то скажу. Нет, шанс есть, если ты найдешь какого-то дурака-миллионера и вотрешься ему в доверие, будешь ему ходить за ним, ему там, зад его целовать, то, конечно, он тебя проспенсирует. Но я, например, так не могу. Я люблю отношения, построенные на... Я как-то тоже, знаешь, Юр, я тоже не могу. Я как-то это... поддержу. Слушай, Юра, ты... Что-то у нас людей очень мало калибрится между 145-ю и 145-ю человеками, и то это... Да вас мало! Два человека периодически отходят в этот скаку, в туалет. Если бы вы мне ссылку прислали на стрим, я бы уже сто раз, сто раз бы уже репостнул. Но от тебя, например, ничего не приходило. А, вот, репостни, пожалуйста, нашел. Вот, смотри, какая красивая. И Света тут показана с телефона. Скажи, пожалуйста, а Света является постоянной героиней и твоих видео, да, я надеюсь? Скажи, постоянной женой. А что, бывают не постоянные жены? Ну, бывают, да, там... Почетным дням, понесчетным... Да, да, да. Ну, ты знаешь, я хотел тебе сделать комплимент, что ты, если честно, меня поразил, насколько у тебя приятное вообще не супруга. Я вот за тебя искренне рад. Если бы у меня не была очень красивая, очень любимая жена, я бы даже тебе позавидовал. Но, что я уверен, делают все твои поклонники и фанаты, да? Ну, да. Да, ну, я могу сказать, что это, да, большой дар. Когда вместе работаешь, ведешь этот блог. Вот меня моя Юля все время снимает, помогает. Это такое счастье, потому что, когда я был на отдыхе, там какие-то чемпионы выступают, соревнуются, а их жены пошли там бухать, знаешь, как вы видите. Ну, я не буду говорить, что он сделал. Донат 500 рублей. Тихо. Все молчали все. Спорт выводит из депрессии. Алгоритес, спасибо большое. Десять раз повтори, кто перевел, и какой это хороший человек. Хороший человек Алгоритес, 500 рублей, пишет, что спорт это хорошо. Я скажу, что Алгоритес очень хороший человек. Хороший человек хочет, да? Алгоритес. Алгоритес, да, прекрасный, прекрасный парень. Я... Давайте поговорим про Алгоритеса. Я хотел это самое... У меня... Я просто готовился к Кириллу. Вот. Я подготовил стих один про спорт. Про спорт, кстати говоря, да. Вот. Я хотел прочитать... Но это не совсем даже стих, а такое ритмическое... Такое представление. Поскольку у меня деревянный стол, я могу делать ритму сердца. Скучайно. Слышно? Да. Мы в благоговейном... В благоговейном этом... В восхищении и предвкушении. Сейчас же будет. Так. Слышно, да? Да. Я отключу. Это важно. Слышно, нет? Да. Очень. Все. Когда я вырос в бочок, я влету по берегу, и на ветры заблутай первые почты. Я буду считать очки, которые выхалки в бюджи, которые я в бочке был прежедой. Казалки в бюджи, к ветерам, чтобы живет в бюджи, и ждал чего-то и прожиться, которые я в 원 доме. Мне и кем это вид, плохи, я давно не читаю на велику, я давно не пишу в руки. Зачем, что искал в буря, в кем? В сходу, что нападет, как задъем, что, Saying, Уеду, Уеду в Америку, Уеду, 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 я думаю что мы должны тут вступить подожди 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 мы должны тут вступить потом потом подходят на заднем плане подходят жены с балалайками и такую грустную трель такую я просто в своем репосте предупредил что сейчас будет стих кости но эти 125 человек это настоящие спортсмены бодибилдеры вегетарианцы агностики в одном лице представляешь качество этой аудитории высочайшие вот такая вот дела а я сейчас обновлю стрим я сейчас дам репост что уже стих закончен вот четыре человека появилась сразу же 129 у нас донат 500 рублей адам мансуров бабло пришло костя на белую перёжку это костяну донат бухая сегодня в спальзале в общем донат костяну чтобы это сейчас перечитаем закончился костяну на белую берёзку бухая в своем спортзале открывая пиво в силовую раму всем здоровья адам мансуров огромный привет адам мансуров следующий донат напиши пожалуйста откуда ты когда будет совместная тренировка нашей группы со съемкой на оба канала слушать как можно открывать так может быть просто героем твоего или моего канала он будет мы будем качаться он будет стучать и петь не буду не буду качаться я не буду практически практически для любого видео может быть качестве заставки ты не думал об этом это моя идея хочу запатентовать отлично мне понравилось творчество кости я сначала был в шоке потом я проникся и понял как глубоко он копнул как далеко он пошел в своем начинании понимаешь я даже не ожидал я всего же у тебя появился поклонник если у тебя будет канал то я гарантирую как минимум одного подписчика это буду я ну и жека и жека то есть уже два и ты можешь сам на себя и сам на себя можешь подписаться то есть уже у тебя будет аудитория если у человека в любом случае но зато каких представляешь два блогера напишут под каждым видео лайк поставят пойдет трафик у тебя потом ты выпустишь свой компакт диск потом концерты вообще перспектива и приезжаю слушайте у нас трагическая информация в чате Костя зодки проигрывает воднику 2 4 идешь второй тайм давай за победу зоркова какой у тебя рекорд посещения на плече можно уточнить только начали только начали да ну первый наверное самый массовый был 300 сколько-то там было больше 300 3800 гости гости были в студии какие-то так нет из первых гостей таких официальных и известных всему миру это ты может слышал про юс посоху Косткова известный такой вот да на него очень похож кстати вот так вот так запоминай вот значит так лучше помещается в эту картинку да ну значит мне выпала честь быть практически первым гостем из официальных извините ты хочешь двойной битцам сзади показать Света давай занимай эфир давай быстро говори мы стучим значит с Костей а ты начинаешь петь давай уеду 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 нет я не буду я пока у тебя Юра спрошу давай смотри тоже пересматривала твой канал ну как вот смотрела на какие видео какие-то некоторые посмотрела я насколько поняла что у тебя своя методика методика через г методика ну продолжай а потом объясню что это значит Я просто хочу спросить твое мнение, потому что сейчас очень много, я смотрю и в инстаграме, и на ютубе, есть различные личности, которые предлагают свою методику, но при этом они никем не являются. Вот, это очень важный момент. Я в течение семи лет тренировался, я даже тренером не работал, потому что я считал, что как я могу работать тренером, если я ничего не достиг, и я как бы недостоин. И потом в зал, где я работал, когда уже устроился работать тренером, в зал пришла девочка, она знала одно упражнение. Поэтому она первых своих клиентов тренировала одним упражнением только всех. По два часа они делали, они вот так вот брали палку и наклонялись так вправо, потом влево. Потом она изучила, там, почитала какие-то журналы, еще одно или два упражнения, они там начали еще сидеть на полу и попы и тереться о пол. Типа массаж, знаешь. Я на это все смотрел и понял, что все-таки надо что-то из себя представлять, поэтому я всегда старался, знаешь, ну, я вел рубрики в газетах какие-то, в журналах, выступал на телевидении, там, выступал о соревнованиях, там, показывал формы. То есть выложи просто фото, где ты до и после, да, даже если у тебя идеальная фигура сейчас, даже если у тебя сейчас шикарное тело, как ты можешь доказать, что ты можешь что-то дать конкретно этому человеку, если ты такой всегда был. Вот если ты был жирным уродом, как я, например, а потом ты показываешь форму, то видно, что человек умеет делать трансформацию. И он может тебе помочь. Ну, или хотя бы какие-то не помешают призывы на соревнованиях, хотя бы там чемпион области какой-то, да, ну, хоть что-то, да. Зачитайте донат. Что там пришло? Не успели я, не успела я. Сейчас, секунду. А, сейчас. В примере замечательного праздника, крещения, желаю всем здоровья, бросайте бухать, займитесь спортом. Юрию Михайловичу, респект и уважуха. Классно. Я просто вот всегда пропагандирую, когда меня спрашивают вообще про спорт. Вот мне тоже пишут в личку, да, Свет, посоветую упражнения. Я просто поражаюсь на области людей, которые это делают без вообще каких-либо званий. И я вот не стул, что называется, это в массу, что люди тренируйтесь у профи. Вот ты поддерживаешь? Я считаю, что я немножко предлагаю тебе рассмотреть не то, чтобы звание, а может быть результаты. Может кто-то не хочет выступать на соревнованиях, но не очень хорошие результаты. То есть мы можем увидеть его форму, да. Ну, например, есть такой Джефф Сетт, американский фитнес, как это сказать, гуру. Молодой парень, у него потрясающая форма и миллион подписчиков в фейсбуке, да. И когда он приходит на Экспо Олимпия, к такой Джейу Катлиу стоит 100 человек в очереди, а к нему стоит 2000 человек в очереди. То есть человек добился, как бы, хотя он не выступал на соревнованиях, но у него настолько хорошая форма, которую он делает, он настолько нравится. Но вообще эта медийность, она, конечно, обманчива. Например, человек может красиво рассказывать, да, но он никогда результатов не имел. Поэтому в чем-то результат должен выражаться. Например, человек должен изменить себя. Да, я считаю, что... Ну, мне кажется, понимаешь, одного тела недостаточно. Я тебе просто конкретный пример приведу. Инстаграм, да, некая дама продает свое приложение. У нее там в Инстаграме, допустим, по-моему, 400 тысяч подписчиков. И она продает свое приложение, но при этом она тренируется с тренером. Так я вот не могу понять, чье ты приложение продаешь. Тренера своего или свое? Знаешь, какие как бы несостыковки меня просто вот убивают. И люди подписываются, ходят на ее семинары за 15 тысяч рублей. Чему-то у нее учатся. Я тут тоже стих написал. Из своих слов, как бы, зачитайте донат, не успелая, а зима холодная и очень белая. Просто у нас, пока ты ходил, зачитывала Света донат. И она так красиво сказала, что я решил небольшой стих такой японский написать. Без смысла. Но зато нормально. А теперь вернемся к ответу на важнейшую тему затронутую, то есть Светланой. О том, что иметь подписчиков, это еще не значит быть хорошим качком или тренером. Или специалистом. То есть, по большому счету, можно сделать канал, где ты чему-то учишь. Неважно, как красить лицо. Как там... Ну, чему угодно. Но ты это на самом деле делать не умеешь. Ты не являешься мастером в этой области. Ты просто красиво рассказываешь и имеешь харизму. Что тоже немаловажно, конечно. Но в случае с фитнесом, хотелось бы, чтобы был результат. Ну, хорошо. Ну, Света, ну а что, если, допустим, это передается по наследству? Там был какой-то тренер. Он подготовил какого-то чемпиона. Тот потом тоже кого-то подготовил. Передал эту методику. Понимаешь? Слава, у вас кто-то верится. Вот когда, например, ты там чемпион Украины, да, я знаю, будет выгодно. Вот кто-то верится. А у нас ты просто девочкой тренируешься у тренера, при этом продаешь свою методику. Ну, как там, мне кажется, что это шеллатанство. Я чемпион Украины, Европы, мира и всей Руси. Насчет всей Руси я пошутил. На самом деле у меня около 30 призовых, ну, как бы, около 30 соревнований призовых ходил. Поэтому я могу подтвердить свою квалификацию этим, да. Но это не мешает, допустим, другому блогеру, который зовут Денис Борисов, иметь больше подписчиков, потому что он больше, как бы, харизма, возможно, больше, да. Он вообще, не имея ни одного призового места, имеет больше аудиторию. Повторяю, захват внимания зрителей возможен просто за счет личной харизмы. Все. Тебе не нужно. Если ты уже действительно хочешь результат, то ты смотришь на отзывы клиентов. И все. Ну, мне кажется, что ты просто текаришь. Ну, титулы, конечно, это важно. Если ты стал там чемпионом мира, и это было в достойной борьбе, опять-таки, не забывай, что бывают какие-то соревнования, да, просто покупаются. Или связи какие-то. Вот чем хорош поу-лифтинг, да, что ты или подняла, или нет. Тебя могут засудить чуть-чуть, например, там, на 5 килограмм. Но если ты жмешь 200, ну, на соревнованиях тебя за судья засчитают 195, но тебя не засчитают там 300 или 0, понимаешь? То есть ты можешь своим результатом пойти против судейства. Ну, это понятно, да. А в бодибилдинге или в фитнесе все субъективно. Вот ты можешь там пойти переспать с кем-то из судей, и он скажет потом во время судейского решения, в бодифитнесе, там, в женском фитнес-бикини вообще нету критериев, кто лучше. Он скажет, посмотрите на вот эту девушку, у нее подача, у нее там форма. Ну, что такое форма, да, это все можно спорить до бесконечности. Все, вот ей первое место, и все. Поэтому, конечно же, вот этот вид спорта, где эстетическая красота на первом месте. Света, что ты смеешься? Комментарии смеешься? Я думаю, что вы зарабатываете, ребята, от рекламы беленькой, да? А я в данном случае, как бы, просто для фона. Костя, восемь раз должен показать беленькую и два раза черненькую. Не, 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 я никак не влажу вас за вор, вы общаетесь, я просто общаюсь в свою очередь с телевизором, которые мне, нет вопросов, мне не накрыло, и все. А, ну и все, и тут и сел старик, и все забыли, про что говорили, да? Почему? Я просто написал, что Миронову симпатизируют. Все пишут про Миронов, а я к нему отношусь. Дело в том, что есть один блогер, Миронов, он пошел по такому пути, чтобы его не обсырали, он это делает сам. То есть, например, он назвал свой канал, дерьмо канал, по-моему, ну и так далее. То есть, он в каждом ролике, начиная с того, вот, посмотрите, какой идиот. То есть, получается, что у него столько самоиронии, что его, как бы, критиковать, ну, бесполезно. И он на этом выезжает, становится менее популярным. На самом деле, достаточно он позитивный, приятный. Вот, ему подача мне нравится, действительно. Но в общении, на самом деле, он тяжелый. То есть, там, очень-очень долго приходится ждать ответа. Наверное, он очень популярен, ему там по тысяче человек пишет в секунду. В общем-то, у меня то же самое. И тем более у Михайловича, у Евгения, который... А почему Михайлович? А потому что Евгений. Как обычно, на такой вопрос я отвечаю простым ответом. Потому что Евгений. А фамилия моя, Контилейкин. Зовут меня полностью Евгений Михайлович Контилейкин. Отчество. Хорошо. Костя, объясни, пожалуйста. А вот ты все время подаешь... Ты вот пока я тут стою, ты все время пьешь водку и подаешь какие-то тайные знаки. А ты меня распроикал потом... Нет, по-саму, ты не стоя, я тебя объясняю. Не-не-не-не-не. Это все очень просто. Ты не пугаешь на себя зубурков. Речь идет о том, что я показываю, какое количество стопок я уже выпил. В последний раз я делал вот так. Это означает 8 стопок уже по мне. Это означает, что я вам признателен. Может быть, нам нужно закруглиться исключительно из гуманных соображений, чтобы Костя не попал в реанимацию. А это никак не повлияет. Это никак не повлияет. Я уже начал, да. Мне надо, правда, в 6 утра вставать. Костя, на слове это никак не повлияет. Надо было еще коротко упасть со стула. Это никак не повлияет. Вот, хорошо, хорошо. Я, насколько понимаю, вы уже задали все вопросы, которые у вас были, да, по поводу моей великой персоны? Мы ждем, пока Юра замолчит, чтобы задать ему новые вопросы. А Юра постоянно говорит, 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 говорит. И вместо того, что... Мало того, что Юра говорит, Юра еще сам начинает задавать вопросы. Задавайся эти вопросы. У меня на самом деле вопрос закончен. Я хочу спросить про конфликт, так называемый, мировоззренческий ЗОЖ и алкаши, так называемые. Есть вообще какая-то грань между ЗОЖовцами и алкашами? Мне кажется, уперто... Есть вот просто... Я одинаково ненавижу алкашей, да, людей, которые спились, которые уже ничего из себя не представляют. И одинаково ненавижу ЗОЖовцев, которые, ну, просто такие... До фашизма доходят до такого, до ЗОЖовского. Которые ненавидят людей, которые там хотя бы чуть-чуть выпивают. Или там как-то вот... Как с этим бороться, так сказать? Вот. Я хотел сказать, что эта грань, безусловно, есть. Я являюсь этой гранью. То есть, на самом деле, я очень люблю выпить, хотя не пью. Так же, как и ты. Я тоже ненавижу фанатиков, как ЗОЖа, так и алкоголизма. Я ненавижу фанатиков любых. Я за здравый смысл. То есть, здоровый образ жизни не означает, что ты должен одеть белые одежды, поселиться в какой-то пещере, в какой-то пещере. Там, в такой позе сидеть, знаешь, там, омммм. Ни с кем не общаться, ни в коем случае. Потому что микробы же могут передаваться при разговоре, понимаешь? Надо сидеть самому в пещере, никуда не уходить. И всю жизнь медитировать. Это была иллюстрация к песне «Я уехал для Манка». Я даже зачитал, все честно. Вот, да, я даже зачитал, я бы не смог. Вот. Я с Ярославля, Адам Мансуров, я с Ярославля. Припошу на алкоголизмскую по Ярославлю, встречу, покажу в город. Привезу по всем местам. Костяну респект. Как качаться, я давно знаю. А пока только учусь. Адам Мансуров, 300 рублей. Мне кажется, пожалуй, лучший комментарий в этом городе. Вот. Так я хотел рассказать про фанатиков ЗОЖа, чем они меня достали. Во-первых, я хочу оправдать тех фанатиков здорового образа жизни, которые вынуждены ими быть. Вот есть такие люди, они выпивают вот такую вот стопочку. Это у меня крышечка от лекарства. Такую вот стопочку водки, и все, да? Или вина. Они бегут, начинают пить каждый день и полностью. То есть, есть люди, им просто нельзя пить. Они спивают сразу и больше ничем не занимаются. Таким людям действительно надо никогда, никогда, нисколько, даже одного грамма не выпивать. Даже не юхать. Даже близко не подходить. Но таких людей, согласитесь, это ненормально, когда человек не может себя контролировать. Таких людей все-таки мало. Нормальный человек, он может выпить бокал вина и больше не пить. Это все равно, что там, ну не знаю, любое излишество, это вредно для здоровья. Ну, в любом отношении. И даже взор излишества, это тоже вредно для здоровья. Даже слишком много здорового образа жизни, это тоже вредно для здорового образа жизни. Например, я выступал на одном чемпионате мира, по версии Вабба, Виталий. И я занял второе место. Получил серебро, да? А первое место занял такой спортсмен, не буду называть его фамилию, чтобы его не обидеть, потому что он и так уже очень обиженный. Он подходит ко мне и говорит, ты что, пьешь? Я говорю, не, ну бокал вина могу выпить на Новый год, а что? Он такой, надо быть абсолютно. Ни одной пропущенной тренировки. Ни одной капли спиртного. Ни разу не съесть сладкого никогда. Ты должен быть бодибилдером.